Ну а накануне Дня архива в Чебоксарах презентовали очередную серию фотоальбома «Герои в строю и поныне». Эти сборники посвящают ветеранам, которые проживают в муниципалитетах республики. Уже увидели свет работы, посвященной жителям Чебоксарского и Комсомольского районов. В этот раз в Государственный архив электронной и кинодокументации приехали ветераны из Батырева. Подробности в следующем материале. На большом экране фотографии тех, кто сражался за мирное небо над головой. Биографию каждого героя зрителям озвучивает диктор. Этот электронный сборник включает в себя именно 49 человек. Справочник от А до Я. Более 500 фотографий, личные документы и не только. Это результат долгой и кропотливой работы. Мы надеемся, что этот альбом будет интересен и молодежи, и исследователям родного края. Приглашаем всех смотреть наш альбом на сайте нашего архива. Наши архивисты ездили по деревням, по селам Батыревского района, собирали видеоинтервью, сканировали личные документы ветеранов Великой Отечественной войны. Мы можем получить достоверную информацию, так как на сегодняшний день очень много информации данного этапа истории нашей страны фальсифицируется. Хотелось бы сказать, чтобы на их примере мы могли получать какой-то жизненный опыт, делать для себя правильный вывод. На презентацию электронного фотоальбома пригласили и его героев. Георгий Иванович Савинов приехал в Чебоксары из Батырева, несмотря на преклонный возраст. В этом году, накануне Дня Победы, ему исполняется 96 лет. Ветеран высоко оценил работу архивистов. Нас не станет, откуда они будут знать о прошлом. А вот, посмотрев, перелистав альбом, они восстановят то, что было прежде, как стало сейчас. Потому что альбом очень нужный, очень нужный. Еще раз повторю, правильное решение это. Впереди у архивистов еще много работы. В ближайшее время увидят свет фотоальбом у ветеранов других районов. Специалисты уже отправились в командировки собирать ценные материалы. Алексей Андреев, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.